Это тот случай, когда актовый зал городской администрации с трудом вместил всех участников семинара совещания. Открыл его глава Лобинска. Среди присутствующих председатель городского совета, сотрудники администрации, общественники и жители города. Для встречи избрали хороший повод в честь Дня города и района почетными грамотами и подарками поощрить граждан, приложивших много усилий во благо Лобинска. Вы посмотрите все-таки, как хорошеет город. Я особенно был поражен, вот от души вам скажу, в День субботника, когда поехал по городу и на каждой улице встретил, ну, наверное, впервые не было ни одной улицы такой, чтобы возле своего подворья кто-то не наводил порядок. Это ж настолько была прекрасная картина, когда люди просто вышли и наводят себе порядок, зная себе цену, понимая, что этим они украшают город, увеличат его ценность и показывают другим пример, как надо, а не скрипя и не доказывая обратное. Знаете, прекрасно, под лежачий камень вода не течет. Так вот, у нас лежачих камней нет. Все от мала до велика стараются сделать город лучше и крашен. Если мы где-то не дорабатываем, то это не потому, что мы не хотим, а потому, что у нас не хватает средств и сил. Но в начале совещания уделили внимание важному вопросу. До сведения председатели микрорайонов и квартальных комитетов довели информацию о предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Общественники, в свою очередь, передадут ее населению. Наши коммунальные услуги дорожают, а помощь нам необходима. Поэтому вот субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и очень хорошая помощь для любой семьи. Для семьи, неважно, есть ли там льготник или нет, с детьми, либо это пенсионеры, любая семья имеет право обратиться на субсидию. К 90-летнему юбилею архивной службы Краснодарского края за активное участие в обеспечении и сохранности комплектования и организации государственного учета и использовании архивных документов на семинаре объявили благодарность специалистам администрации, ответственным за дело производства. Табличка с надписью «Дом образцового содержания» всегда считалась гордостью хозяев. Перед городским праздником еще шести домам в разных частях Лобинска присвоили почетный статус. Вместе с табличкой владельцы домов получили и памятные подарки. Радует, что образцовых домов в нашем городе с каждым годом становится все больше. Еще в одном наградном блоке отметили жителей, задействованных в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Немыслимо сегодня рассказать, сколько было потушено очагов и недопущено пожаров, беды. Это все делали наши ребята, которые рядом с нами. Они шли в огонь с обыкновенными ранцевыми огнетушителями. И поэтому мы сегодня хотим их поблагодарить. Глава города Алексей Матыченко выразил благодарность за хорошую работу и высокую гражданскую позицию председателям микрорайонов и квартальных комитетов. Много праздников, тематических мероприятий сейчас проводятся не только в центре города, но и на местах. Идет работа по различным направлениям с населением. Лучших среди представителей общественности также наградили в честь главного городского праздника.